О нелегком течении болезни под названием новая коронавирусная инфекция Тангис Шотович знает не понаслышке. 42 года он посвятил медицине, а сейчас работает заведующим отделением пульмонологии в городской больнице номер 4. Однако вспоминать о днях, проведенных в реанимации, ему до сих пор страшно. Внезапно ухудшается состояние. Ты и так себя плохо чувствуешь. И вдруг на этом фоне еще у тебя развивается кошмарная дышка, ты не можешь дышать, у тебя боль в грудной клетке. И вот в таком состоянии, в тяжелом, когда я не мог дышать. Меня уже перевели в отделение реанимации, где все и развернулось. Врачи бороли за жизнь пациента 2,5 недели. В случае такого тяжелого течения болезни не единичны. Достаточно часто в отделение реанимации поступают пациенты с поражением легких 90%. Спасение таких тяжелых больных стало возможным благодаря современным методам лечения. Безусловно, ведущую роль играет эта адекватно подобранная методика респираторной поддержки. То есть это те средства, так называемые, неинвазивные вентиляции легких. И второе, конечно, это современная медикаментозная терапия, которая, в первую очередь, повторюсь, направлена на подавление избыточной реакции организма на вирус. Самое страшное уже позади. Спустя 6 месяцев после реабилитации Тенгиз Бетонелли вернулся к работе. После перенесенной коронавирусной инфекции понимать, как помочь тяжелым пациентам, врач стал лучше. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Константин Головин. События.